канал мастер совбаде приветствует вас и тема сегодняшнего нашего выпуска резинки заменят вам тренажерный зал мы попытаемся разобраться что же это маркетинговый миф или мифический маркетинг и так дорогие наши зрители для того чтобы понять все преимущества и особенности использования резинок различных степеней растяжения сжатия мы проведем сегодняшний выпуск построим из двух экспериментов первом эксперименте мы поработаем со свободным весом изучив воздействие на мышечную систему а после попробуем на те же самые мышцы воздействовать с помощью резинок вторую часть эксперимента сделаем зеркально противоположную сначала поработаем с резинками а потом после воздействия резинка на мышечную систему на определенные мужчины группы на те же группы воздействуем свободным весом или же тренажерами сравним результаты и поделимся с вами нашими выводами как же не обойтись без нашего чемпиона сегодня мы узнаем его мнение поработаем с его мощными руками сравним воздействие свободного веса резинки на его трицепс и на его бицепс андрей скажи пожалуйста какой у тебя рабочий вес упражнение французский жим лежа рабочие ну полтинничек раз на 10 12 сделать вот сейчас в первой части нашего эксперимента поработаем не с первого подхода со второго с третьего с рабочим весом который андрей может сделать а после сравним насколько этот рабочий вес повлиял на воздействие на трицепс и как это скажется в работе с резинкой так мы дошли до рабочего веса андрея на штанге 50 килограмм как вы видите он уже подустал мышца испытывает максимальное напряжение спортсмен также после этого перейдем к работе с резиной она за цене трицепс ну дорогие мои результат работы со свободным весом я думаю вам очевиден в данный момент для спортсмена профессионала комментарии не требуются все эти сами андрей как ощущения права но хорошо до битал дарилов сейчас наша задача что ты поработал с резиной и дальше опишешь ощущения свои и так вы можете видеть что максимальное сокращение максимальное напряжение мышца андрея 30 андрея испытывает в точке максимального растяжения резинки вверху мышца не сильно напряжена внизу максимально тяжело практически не заходит вот ну как резинка после французского это жесть я не думал что это будет тяжело наливаем кровью моментально и буквально через два-три повторения дорогие зрители воздействие свободным весом оказало такое колоссальное действие такой эффект что резинка буквально причем эта резинка не самого большого сопротивления заставляет мышцу после 5 6 7 максимум повторения убиться выйти в отказ это очень показательно нашего эксперимента и так дорогие наши зрители с трицепсом мы разобрались воздействием резинки после свободного веса теперь переходим ко второй фазе сначала на андрея бицепс мы будем воздействовать резиной а потом будем работать со штангой андрей какой у тебя рабочий вес подъема штанги на бицепс 35 40 40 килограмм плюс человек работает давно сухожилия уже немножечко не те что в молодости потом за большими весами у него не гонится ну 40 килограмм которому приготовили на штанге это его рабочий вес итак начнем с резинки итак первый подход с резиночка дрюха как ощущение ход мягкий как ты говорил связочки и суставчики работают хорошо ну просто как глянки на бицепс налился забился налился но не забился и забился давай попробуем еще один подход будем честны в эксперименте там мы делали три подхода здесь тоже сделаем три подхода так дорогие зрители после проработки бицепса андрея резинкой переходим к его основному упражнению подъем штанги на бицепс после упражнения мы узнаем насколько тяжело ему было это делать получилось ли нужное количество повторений и общее физическое ощущение в теле и так андрей получилось ли у тебя обычное количество повторений подъему после работы с резиной получилось но тяжелее гораздо то есть все несмотря на то что это второе вторая группа мышц после трицепса мы делаем бицепс то надо было хорошо все равно разогреть его и я считаю что мы резинкой разогрели его хорошо и я свой обычный привычный вес сделал чуть более тяжелее чем обычно но за счет штанги я получил действительно хорошее кровонаполнение в мышцу ощущение совершенно другие то есть если сделать вывод резинка тебя офигительно разогрела до разогрела суставы разогрела мышцу и твой же вес обычный рабочий на штанге зашел но более эффективно да то есть естественно хорошо теперь скажи пожалуйста если бы это было просто резинка допустим не три подхода а несколько упражнений ну твое мнение если убрать свободный вес заменит она тебе тренажерный зал все-таки для набора или даже для поддержания твоей мышечной массы или нет однозначно нет это как стакан воды налил водичку стакан полный вылил стакан пустой ничего не поменялось в стакане была вода в стакане не было воды она стала он стал просто мокрый так дорогие товарищи можем сделать некие выводы то есть резинкой в плане работы на мышцы особенно если целях есть набор мышечной массы увеличение то есть силы и силовых показателей то есть более важным более существенным будет работать со свободным весом ну или как минимум с весами в грузоблочных или в тренажерах изменяемые весами резинка же может нам дать больше мышечный рельеф более щадящую нагрузку на суставы на связке хороший разогрев и дополнительную работу в основных упражнениях да я полностью с тобой согласен кости это поможет более плодотворным налить кровью мышцу подчеркиваю только налить а свободный вес или грузоблочные тренажеры помогут нарастить и так дорогие наши слушатели и почитатели канала мастер совмали давайте подведем небольшой итог сегодняшнего эксперимента и сегодня нашего выпуска мы поработали с резиной поработали со свободным весом и можем ответить на вопрос даже на вопрос а на утверждение маркетологов набор резинок заменит вам тренажерный зал наш однозначный ответ нет набор резинок не может заменить вам полноценного тренажерного зала это все-таки маркетинговый миф но такие вещи как резинки эспандеры трубчатые утяжелители перри иксы набора это все-таки очень хорошее оборудование где она хорошо но имеют свои большие преимущества как помощью таких нехитрых приспособлений можно улучшить качество силовой тренировки в тренажерном зале однозначно лучше с помощью резинок можно дать более щадящую нагрузку для спортсменов период реабилитации период разогрева начинающим спортсменам также такое оборудование поможет вам на выезде на природу например при долгом отпуске где-нибудь на море на турбазе где и спортивного инвентаря как правило есть спортивная площадка турники и брусья возможно какие-то еще приспособления и вот здесь набор резинок который помещается в маленьком пакетике сыграет вам хорошую службу окажет вам действительно помощь то что ваш отпуск пошел плодотворно а то чтобы ваши мышцы не атрофировались и вы сохранили какую-то форму после возвращения из отпуска также многие мои клиенты не только мои знакомые спрашивают часто задают вопрос какой тренажер купить домой лучше орбитрек или велотренажер я им всем говорю одно и то же не покупайте этот тренажер хорош только для сушки белья и для хранения на каких-то еще не нужных вещей весь набор домашнего оборудования должен вмещаться в коробочке под диваном и в этом плане как раз подойдут набор резинок набор утяжелителей возможно скакалка каких-то трубчатых эспандеров ну может быть какая-то пара маленьких гантелей это да и в этом плане это будет незаменимый вам помощник в домашних тренировках в тренировках на улицах тренировок на свежем воздухе на даче в отпуске и такое прочее в тренажерном же зале все-таки доминирует свободный вес доминирует различные приспособления типа хороших грузоблочных тренажеров с выверенной биомеханикой а что уже больше понравится вам все-таки тренировка на улице с резинками или тренировка в тренажерном зале с инструктором со свободными весами естественно это ваш выбор выбирайте занимайтесь спортом будьте активными любите себя и помните наши дорогие слушатели и зрители канала мастер совбаде мы всегда готовы обсудить с вами любые темы интересующиеся вас в мире спорта и ответить на любые ваши вопросы присылайте нам их звоните пишите ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал